приветствую поговорим о законопроекте 96 72 2 это альтернатива законопроекту венеславского которым предлагается изменить правила предоставления отсрочки студентам во время мобилизации и мы разберемся с тем что же там написано чего нам ждать если его примут ну и конечно же поговорим о шансах на принятие этого законопроекта в том виде в котором он подан законопроект 96 72 2 предлагает изменить 23 статью закона украины о мобилизации и предлагает вот такую редакцию читаем ее призову на військову службу під час мобилизации на особливый период не підлягают також здобувачи профессиональной профессионально-технично фаховый передвижной и высшей осваивает и те которые учатся за денную або дуально формами сдобутя и вперед вают наступный ровень осваивают и что я высшим за ранее добутий а також аспиранты докторанты и некоторые научаются за денную або дуальную форму мусс добутя о свиты и я думаю вы сразу уже заметили что в отличие от законопроекта 96 72 венеславского здесь убрали условия про возраста вот там была привязка к возрасту в 30 лет здесь ее не было нет уже почему потому что мы знаем что евроинтеграционный комитет дал замечание сказал что это не соответствует вообще принципам права и с возраста требования по возрасту но к слову там комитет сказала о том что в зависимости от уже существующего уровня образования тоже нельзя дискриминировать людей но здесь не вняли так сказать этим посылом комитета так что здесь важно что здесь важно первое возраст убрали мы уже понимаем что если примут как есть то привязки к возрасту не будет ключевым условием для получения права на отсрочку тем людям которые обучаются является 2 первое это обучение по дневной или дуальной форме то есть то что и сейчас действует и второе чтобы эти люди перше сдобувал и наступный ривень а свит еще и в вышим и заранише сдобутый то есть если этот закон примут то право на отсрочку будут иметь только те магистры которые не имеют еще ривня магистр то есть те магистры которые раньше получили только уровень бакалавра аспиранты соответственно кто из аспирантов будет иметь отсрочку а вот это большой вопрос и почему этот большой вопрос потому что здесь мы видим разделение то есть идет перечисление сдобувачив разных уровней образования а потом написано а также аспиранты и докторанты то есть аспиранты и докторанты в отдельную касту вынесены и получается что если буквально толковать закон законопроект как он есть то аспирант сохранит право на отсрочку даже если он поступил второй раз в аспирантуру даже если у него есть уже получается степень там кандидата науки он снова поступил в аспирантуру то из вот такого текста закона следует что аспирант сохранит право на отсрочку но мое мнение что в таком варианте данный законопроект принять не будет и вот почему здесь действительно идет разделение между соискателями высшего образования и аспирантами и это абсолютно некорректно почему потому что в соответствии с законом о высшем образовании аспирантура это тоже третий уровень образования высшего образования то есть аспирант является соискателем высшего образования и соответственно разделять выше соискателя высшего образования и аспиранта невозможно потому что это суть есть одно и то же поэтому вот здесь однозначно будут замечания и если его будут принимать то несколько измененной редакции и соответственно аспирантов перенесут в первую часть и те люди которые нам обучаются в аспирантуре уже второй раз то я думаю что у них отсрочки не будет наравне со всеми соискателями высшего образования в этом законопроекте есть еще кое-что интересное в отношении студентов но перед тем как мы перейдем к рассмотрению этого вопроса я хочу напомнить что у меня есть телеграм-канал информации в нем больше и появляется она оперативнее чем в youtube канале также этом стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео ну а теперь возвращаемся к законопроекту 96 72 2 и здесь мы находим еще одно предложение 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 дополнить перечень лиц которые имеют право на отсрочку лицами которые получают высшее образование по дневной либо дуальной форме образования по специальностям которым предоставляется особая поддержка государства при этом если вы получаете образование по одной из этих специальностей то вы будете иметь право на отсрочку независимо от того какое образование у вас уже есть то есть вот это требование про то что ты имеешь право на отсрочку если получаешь образование по высшему уровню чем был до этот она убирается здесь то есть ты мог быть магистром и соответственно сейчас ты пошел в магистратуру по одной из специальностей которой предоставляется особая поддержка ты сахар имеешь право на отсрочку соответственно конечно же у вас здесь сразу вопрос а что это за перечень специальностей такой кому же предоставляется особая поддержка ссылочку на этот перечень специальностей я естественно оставлю видео а сейчас вам покажу проблему которую я усматриваю здесь проблема заключается в чем а по какому году мы будем определять перечень специальностей которым надается поддержка вот в чем проблема что я имею ввиду смотрите 2022 год вот это вот перечень специальностей которым надается поддержка но это в двадцать втором году и мы вот здесь видим есть такая специальность электрично инженерия автоматизация топры ладобудувания и химично-то биоинженерия осмотрим 23 внимательно запомнили электрично автоматизация химично до открываем 23 год электрично химично ой ой а где же где же вот эти специальности вы видите то есть в двадцать третьем году пропало пропало здесь нет уже нет автоматизации и точно также есть другие специальности которые в двадцать втором году поддерживались вот это особо его петрынка было у них а в двадцать третьем нет и возникает вопрос а если я в двадцать втором году поступил на такую специальность в двадцать третьем она уже не коррестуется особо его и петрынкаю то то что право на отсрочку есть или право на отсрочку нет конечно по моему мнению оно должно быть но вот вопрос но вот вопрос как будет государство это все оценивать подводя итог не надо впадать в панику увидев этот законопроект не нужно впадать и в радость почему потому что это всего лишь законопроект скорее всего его в том виде который есть его не примут потому что он немножечко противоречит действующему законодательству про асвиту и соответственно впадать в панику или радоваться к сожалению или к счастью пока рано потому что это всего лишь законопроект это не норма закона когда его примут в каком виде и примут ли вообще мы этого не знаем ну нет знает кто-то у кого есть там хрустальный шар можно погадать у меня иди его нет поэтому не могу вам сказать точно вот следим за этим вопросом как только будут новости какие-то по поводу этих законопроектов обязательно вам сообщу но а чтобы их не пропустить конечно нужно сделать что подписаться на мой канал ну и на youtube и на телеграм конечно же напомню что с вами был олег лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока